Всем привет! Вы на канале Философия Скитбординга. Сегодня очередное видео в рубрике игрового контента. Сегодня мы будем также играть в скейтер XL, но при этом развивать эту рубрику в более интересном формате. Поскольку в этой игре есть реальные места из реального мира, я решил, что необходимо попробовать повторить те трюки, которые делали в реальной жизни. И сегодня мы начнем с очень важной и исторической грани, которая находится в Лос-Анджелесе. Давайте сделаем обзор на эту грань и попробуем повторить каждый трюк, сделанный по этому споту. Итак, начнем с просмотра видео и будем повторять каждый трюк, который будет озвучиваться. В конференц-центре Лос-Анджелеса, известном также как Степлс Центр Хаба, это одно из самых известных мест в мире. Ну, на мотоциклах мы тут кататься точно не будем, потому что в игре такое не завязали нам, к сожалению. А так, трюки вполне реальные. Так вот, Джефф Рейли был первым, кому удалось сбежать из этого места в конце 90-х. Он преодолел огромную дистанцию 50 на 50. В итоге, это стало его первой рекламой для Вэнс, и она была показана в видеоролике Flip, извините. Модель 5050 была настолько культовой, что у Вэнс даже была статуя, изображающая его за этим занятием. Я имею в виду, что эта штука такая высокая, что Джефф сказал, что ему пришлось приложить очень много усилий, чтобы поднять ее до 50 сантиметров. Перила вот здесь, и нужно подняться еще на полтора фута. Из-за того, что они такие высокие, я думаю, именно поэтому здесь было проделано так много трюков с откидыванием назад. Так вот, Джефф Рейли был первым, кому удалось сбежать из этого места в конце 90-х. Он преодолел огромную дистанцию 50 на 50. Ну что, давайте сбежим от этого места и выполним дистанцию 50 на 50. Повторим, так сказать, исторический трюк Джеффа Роули. Вот наш спот. Вот так вот он выглядит в игре. Он практически... Ну, по плечо, короче, нашему главному герою. Короче, давайте попробуем фифтон. Я думаю, где-то вот отсюда. Ну, я, к сожалению или к счастью, проскользил по трубе. А вот по грани не попало. Нет, ноус грайнд я сделал. Надо сделать фифтинку. Ну, отлично. Давайте продолжать следующий трюк. Мика Холлингер выполнял слайды с откидной доской. Ну, давайте так. Слайды с откидной доской, вот эти вот все проезды на попе, делать не будем, потому что в игре я этого сделать не могу. Но могу сделать просто борслайт по грани. Вот это я могу сделать. Давайте, чтобы уж не было, так сказать, халявы, все-таки давайте я борслайт просто сделаю. Но на попе в этой игре скользить нельзя. А вот борслайт я сделаю. Как говорится, с откидной доской. Ну, я думаю, вполне неплохо, тем более с первого раза. Ну, красиво. Вот так вот вместо всяких скольжений на попе просто борслайт сделаю. Короче, поехали дальше. Рэгдолл выполнял слайды с откидной доской два раза вручную, а затем с бордюром. Дестин, разве вы... Вот, давайте попробуем сделать борслайт на мену. Вот это будет уже поинтереснее. Ну, я сделал. Я врезался в эту хреновню. Это еще объехать надо. Вот, сложность. Ну, реально сложно, кстати. Ну вот. Готово. Если бы в этой игре можно было скользить на попе по грани, то я бы проскользил, но, к сожалению, нельзя. Красиво. Красиво же. Давайте дальше поехали. Кстати говоря, о Рэгдолле он также проделал скольжение хвостом пещерного человека, что просто безумие. Правда? Да, с этой стороны. Подойдите сюда. Я даже не уверен, видел ли я это раньше. Да, это было в той части, где говорилось о Black Label. Он просто подбегает, и хвост пещерного человека скользит по этой штуке. Это безумие. Он застрял далеко от дома. Все в порядке. Caveman Tales Light. Могу сделать просто Tales Light. Вот так, короче. Все, вот вам Tales Light. Tales Light, Tales Light. Все, поехали дальше. Обычный хвост Джордана Профарта скользнул по ней. Он так и сделал, но слишком фальшиво. Да, я имею в виду, я не думаю, что вы будете регулярно заниматься этим делом. Вы бы так быстро справились. Ну, мы уже сделали Tales Light, поэтому давайте дальше поехали. Итак, Майкл Холлингер был первым, кто отложил доску в сторону. Он также выполнил кикфлип с откидным носом. Давайте отложим доску в сторону уже наконец-то. Опять флип, ноу-слайд на попе. А затем он сделал переднее вращение носом на 180 градусов. В самом деле, да, это просто безумие. Прокрутите эти клипы. Мне нужно это увидеть. Давайте, переднее вращение носа на 180 градусов. Вот это уже интересные трюки пошли. Ну, слишком большой перекрут. Да, это он. Да, красиво. Красиво. Давайте дальше. Винсент Ло Ванас. Сделайте кикфлип и разрежьте ему нос. Сделайте кикфлип и разрежьте нос. И, как я понял, это флипнул слайд. Давайте сделаем это. Почти красиво. Почти красиво. Вот такой трюк я вам показал эксклюзив от меня. Во. Вот сейчас, по-моему, был хороший. Вообще хорошо. Красиво. Самое главное, красиво. Да. Все, давайте дальше. Делайте скольжение с большим вращением. О, делать скольжение с большим вращением. Это я люблю. Скольжение с большим вращением. Это у нас. Ноус лайт. Францайт шутаут. Вот. По-моему, был. Давайте смотреть. Ну да. Это было оно. Все. Сделали. Поехали дальше. И врезаться в эту штуку – абсолютное безумие. На самом деле есть чувак, который, по-видимому, делает сальто вперед 50 раз в день. Сальто вперед 50 раз в день делает. Ну, прям как я в этой игре. Отснятый материал еще не вышел. Но в одном из последних выпусков «Молотилки» есть его фотография. Это отвратительно. Что он делает? Это отвратительно. Это отвратительно. Раз материал еще не вышел, то что мы... Как говорят у меня на районе, не покажешь – не докажешь. Мой товарищ по команде Fallen Footwear, Зак Деллинг, не выполнял никаких скользящих ударов клюшкой. Не выполнял никаких ударов клюшкой. Вот, правильно. Вот это я уважаю. Это еще один сумасшедший поступок. Еще один сумасшедший поступок – это No Slide Flip Out. Я сделал Hard Out, но не Flip Out. Может, вам Hard Out подойдет? Во, 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 было, да? Было? Давайте смотреть. Ну, у Слайд, конечно, такой, но... Не-не-не, давайте оставим. Смотрите, как красиво же, да? Отлично. Отлично. Я, честно говоря, первый раз это делаю в этой игре. Прям вот сложно. Давайте дальше. Самый безумный трюк, который я когда-либо видел, это удар Клайва Диксона тупым носом. А, ну это же удар тупым носом. Все понятно. Боже мой. Ну что, давайте повторять удар тупым носом. Смотрите. На обложку молотилки. Во. На обложку молотилки поставил. Красота. Он, должно быть, двигался так быстро. Ну что же, у него тоже много... Двигался довольно быстро, да. Кроме того, он ловко управлялся с этой штукой. О, да, в своей субботней роли. Субботу, что ли, делал? Ну, че, Крукет? Крукет? В своей субботней роли сделал Крукет. Давайте сделаем Крукет. Не попал. А вот теперь сделал. Опа. Давайте смотреть. Ну, красиво. Звук есть. Звук Крукет, да главное, есть. Потому что, если нет Крукет, иногда попадает на ноус лайт. Как мы все знаем, и получается другой трюк. Да, че, все, давайте дальше. О, я почти уверен, что какой-нибудь тупой чувак тоже съехал по ней. Какой-нибудь тупой чувак точно это сделал. Посмотри, сможешь ли ты найти эту обойму, Дестин. Балантуха. Давайте сделаем балантуху. Не, вот прям сейчас хорошо. Давайте дальше. Джефф Рейли сыграл на 50-й позиции впереди, а Гарриц Тир на 50-й сзади. А, 50-я позиция сзади. Ха, с первого раза. Ну да, это оно. Ну и все, погнали дальше. Дастин Далан пришел сюда и попробовал скользить губами по этой штуке. Дастин Далан. Дастин Далан попробовал скользить губами по этой штуке. Он что, был пьян? Ну, после такого падения он точно выпил. Раз уж он не сделал, я за него сделаю. Будем делать то, что и не сделали, но попробовали. Доделаем, так сказать. Вот, по-моему, сейчас получше было. Скольжение по губам. Ну да, было. По-моему, вообще отлично. Супер, давайте дальше посмотрим, что делал Дастин Далан. А также скользить на доске для кикфлипа, но у него не получилось выполнить оба этих трюка. Доске для кикфлипа давайте сделаем. Нет, хочу больше, чтобы он зашел на борт. Вот. Ну все, давайте дальше. А потом на днях я увидел в инстаграм, как какой-то чувак пытался сделать это, и ему очень сильно обломилось вот здесь. Просто Оль, со ступенью... Боже мой, я уверен, что несколько человек здесь тоже сломались. Вот и все. Давайте дальше смотреть. И люди не только катались на нем, как на хабе, но и зибель Окер Нолли переключил руководство на него. Так, это Нолли флип на мену. Давайте сделаем. Вот сложно иногда... О, есть. Сделал. Иногда сложно сделать, но не сегодня. Видели, как его дернуло на приземление? Опа. Малина. В этом деле замешаны трое. 360 Pop Shoe. Супер. Люблю все-таки этот трюк. 360 Pop Shoe. Это красивый трюк. А потом Чот Фернандес сделал сальто наполовину в кабине. Че-то Фернандес сделал. Че-то как так вышел-то? Че-то Фернандес что-то сделает. Ну, я думаю, что это фейки. Оп. Получилось. Давайте дальше. А Трей врезался в банк и проехал весь путь вниз. Треха. Трей врезался в банк. Или в банк. Давайте. Короче, просто треху сделаем. С первого раза. И уехал в банк. Короче, дальше. Дальше. Давайте дальше. О, о, о. Но я действительно забыл об одной вещи. Этот парень совершил сальто в сторону банка, но приземлился в тупом скольжении и проехал весь путь вниз по хабе. Этот парень был сумасшедший. Ну, честно говоря, в этой игре такое сделать нельзя. Но я могу это сделать просто на блант. То есть я могу не по грани скользить. Ну, точнее, я могу скользить по грани, но по углу грани, а не по самой грани. Ну, смотрите, неплохо же, да? Все равно похоже. Нормалек. Нормалек. Давайте дальше. А вот здесь челюсти сделали кикфлип с Тюэнфиш для одной из... Челюсти сделали кикфлип. Не уверен, что именно этот грэб есть в этой игре, но могу сделать что-то наподобие этого грэба. Я не знаю, в этой игре нет стейлфиша, но я могу вам предложить делать вот такие грэбы. Нет, давайте нормально сделаем кикфлип с каким-нибудь грэбом. Ну вот, давайте, допустим, вот это и есть Тюэнфиш. Я понял, что это не он. Но это уже как бы не я виноват, а игра. А потом он вернулся и сделал кикфлип Милон над какой-то девушкой, которая танцевала тверк на лестничной площадке для короля дороги, что просто уморительно. Для него это проще простого. Флип Милон-то здесь вот как раз таки можно сделать. Флип Милон. Вот. Это же Флип Милон. Ну да, это Флип Милон. Все, давайте дальше. Что еще можно покатать в конференц-центре Лос-Анджелеса? Кэнон, на что вы смотрите? Я действительно хочу посмотреть, как кто-нибудь пришпилит хабу к поручню и вытащит наружу. Да, все в порядке. Давайте пришпилим хабу к поручню. Ну, благо здесь, в этой игре это тоже спотик есть. Вот так вот он выглядит. Могу сделать бэксайд. Давайте сделаю бэксайд фифты. Жестко. Давайте смотреть. Ну, хорошо уже. Хорошо. Ну вот, все, давайте дальше. Мы в значительной степени рассмотрели все, что можно сделать для катания на коньках в конференц-центре. Вот наше видео об этом. Ну что ж, вот мое вам видео об этом. Если вам понравился такой формат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Играйте в игры про скейтбординг, но катайтесь в реальной жизни чаще, чем в виртуальной. Субтитры сделал DimaTorzok